Продолжение следует... ...на которой мы вводим личные данные, заполняем все латиницей. К примеру, Иван Иванов, электронная почта Иванов 2019 и имя пользователя Иванов 2019. После заполнения нажимаем Next. На следующей странице вписываем номер телефона в международном формате, адрес, то есть улица, номер дома, квартира, город, индекс. В списке стран выбираете страну вашего проживания и в самом низу указываем Social Security Number или ИНН, налоговый номер. После этого нажимаем синюю кнопку Next. На следующей странице вводим два раза пароль и нажимаем синюю кнопку Submit. Появляется сообщение. Для того, чтобы продолжить, пожалуйста, проверьте вашу электронную почту и кликните верификационную ссылку для проверки вашей почты. Заходим в нашу почту и должно прийти вот такое письмо Exchange Umbrella Verify Email Address. Если письмо не пришло, проверьте папку Spam. Нажимаем и в этом письме есть голубая кнопка Verify Email Address, которую мы нажимаем. Появляется вот такое сообщение, что ваша почта проверена и сейчас можете войти в кабинет. Нажимаем синюю кнопку Go to Dashboard. Как видите, появилась зеленая надпись Электронная почта проверена. Осталось загрузить три документа. Это передняя сторона нашего документа, задняя сторона документа и документ, подтверждающий наш адрес. Пояснение по загрузке документов. Вопрос. В нашей стране не используется пластиковое удостоверение личности. У нас используются паспорта, имеющие много страниц. В качестве документа ID Front я загружаю страницу паспорта с фотографией. А что загружать в качестве ID Back? Ответ. Вы можете загрузить страницу паспорта с пропиской или следующую страницу после первой, даже если она пустая. Вопрос. Какой документ служит подтверждением адреса? Ответ. Любой документ, в котором есть ваше имя и адрес проживания. Счет за коммунальные услуги, счет за интернет, банковская выписка и так далее. Вопрос. Если представленный документ не на английском, а на другом языке, он подойдет? Ответ. Подойдет. Итак, загружаем лицевую сторону удостоверения личности. Если у вас не удостоверение личности, а паспорт, то загружаем страницу паспорта с фотографией. Нажимаем синюю кнопку Upload. Открывается вот такая страница. И там, где написано Front of ID Document, нажимаем напротив синюю надпись Update File. Появляется сообщение Выберите файл. Выбираем файл на нашем компьютере и нажимаем Save Changes. Появляется надпись, лицевая сторона вашего документа была загружена. Теперь напротив надписи Verse of ID Document, если у вас именно удостоверение личности, загружаем его обратную сторону. Если у вас паспорт, загружаем следующую страницу, даже если она пустая. И, наконец, последний пункт подтверждения адреса. Также нажимаем кнопку Update File. После того, как мы все загрузили, слева нажимаем Dashboard. И теперь мы видим, что у нас одна кнопка зеленая. Наш email верифицирован. А остальные кнопки желтые. И здесь написано, что файлы были посланы. Ждем, когда документы будут проверены и когда кошелек будет верифицирован. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Шариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok